всем привет друзья меня зовут слава мистер фрэнки и это продолжение нашего видео дайджеста о битвик studio совместно с магазином music mac в этом видео мы будем с вами разговаривать о контроллеризме о контроллерах и о том как битвик работает со всеми известными и неизвестными контроллерами как установить контроллер и как начать использовать начнем с краткой теории как вы помните в битвик studio есть такая штука как контроллер api это специальная консоль для того чтобы любой свободный разработчик который обладает знаниями javascript языка мог создать скрипт для своего контроллера даже если контроллер не поддерживается битвик studio вы без проблем садитесь и пишите свой скрипт который позволит управлять битвиком в полной мере и даже чуточку более что касается уже готовых скриптов то их можно получить на сайте битвик studio для этого мы заходим на сайт битвик точка ком заходим во вкладочку комьюнити заходим во вкладочку контроллер и здесь есть уже довольно большой список контроллеров которые поддержит битвик студия на данный момент тем кто не нашел здесь свой контроллер можно попытаться сделать свое счастье на гитхабе сейчас я скачаю скрипт для своего контроллера это ableton push мы попадаем на страницу которую вы можете комментировать вы можете почитать комментарии и здесь же есть все необходимые ссылки соответственно это репозиторий с исходным кодом гитхаб на котором мы можем скачать последнюю версию не обязательно стабильную точнее обязательно нестабильную последнюю версию скрипта либо мы можем скачать текущий стабильный релиз вот мы попадаем на сайт юргена юргена и мы видим что этот парень написал уже несколько скриптов для довольно популярных контроллеров атакай учитывая что ableton push это тоже акай вот артуре битстеп есть по моему битстеп про уже разрабатывают здесь мы можем пройти на страничку о с описанием функционала контроллера кстати это уже гитхаб мы читаем здесь все то что может контроллера может он уже многое мы соответственно качаем последний стабильный релиз распаковываем скрипт и переносим его в папку с контроллер скриптами где находится эта папка эта папочка находится по пути системный диск пользователи имя вашего пользователя документы bitfix studio контроллер скрипт далее мы подключаем наш контроллер если он еще не был подключен и переходим в настройки options preference попадаем в окно настроек нас интересует окно контроллер и у нас есть два пути если вы обладатель простой миди клавиатуры на которой нет никаких крутилок нобов и прочих манипуляторов вас интересует вкладочка generic вы можете просто добавить миди клавиатуру здесь выбрать свою клавиатуру и наслаждаться клавиатурой также мы видим что здесь появилась вкладочка button но есть еще более простой способ если скрипт установлен корректно то есть он лежит там где должен лежать если контроллер подключен и все драйвера установлен то мы делаем следующее движение все контроллер определился я вижу он загорелся все входы выходы уже определились далее рекомендую обратить внимание на настройки скрипта который предусмотрен на разработчикам скрипта они могут быть доступны как в самих настройках так и в настройках панели ввода вывода битвик studio и так наш контроллер настроены полностью готов к работе соответственно транспорт и прочие служебные мелочи я думаю разработчикам скрипта уже должны быть предусмотрены поэтому на этом останавливаться мы не будем мы перейдем непосредственно к практическим примером достаем мой любимый polysynth открываем панель макро который имеется у каждого устройства битвик studio и назначаем наш первый макрос по классике жанра на фильтр второй макрос мы назначим на резонанс мы имеем в итоге давайте достанем еще одно устройство это будет дилей который откроем еще одну макро панель и здесь поступим вот таким образом первая панель первый макрос это три вэт а второй макрос это длина хвоста дилея таким образом мы одним параметром управляем двумя ручками это удобно в принципе не только для контроллеров а вообще и далее мы идем в документацию скрипта для нашего контроллера случае с ableton push нам нужно нажать на кнопочку девайс и выбрать здесь макро соответственно дисплей нашего контроллера мы видим имена параметров которые мы уже забиндели на нужные функции нашего синтезатора и без проблем можем ими управлять как видим есть удобно всплывающее меню который можно отключить настройках скрипта как вы понимаете эти макросы вы можете настроить как вашей душе угодно соответственно мы можем закинуть наше устройство внутрь нашего синтезатора или нашего река и сделать сквозную модуляцию то есть наши макросы дилея вполне себе могут быть связаны с макросом фильтра который устроен уже который который уже управляет фильтром устройства а макрос резонанса головной главный макрос резонанса будет управлять фидбэком но как известно макросами сейчас уже никого не удивить поэтому я предлагаю перейти к следующей более интересной функции битвик studio это индивидуальное управление устройствами то есть мы снова достанем мессив для примера не то чтобы он мой любимый синтезатор просто он уже совсем родной стал нам и что мы можем здесь сделать начала нужно нажать на эту шестереночку и мы попадаем в пенел мэппингс или панель панель напишите в комментариях панель чего это на русском языке и здесь уже есть одна настроенная страничка которые доступны нам по клику вот параметр page это те страницы которым мы создаем или уже были созданы и фиксированные настройки которые здесь собственно всегда как видим разработчик уже создал одну страницу с макросами а это значит что опять же возвращаясь к документации нашего контроллера будь у вас айблтон push или даже самый примитивный корк на на контрол первой ревизии все это доступно и там в том числе что выводит ваш контроллер на новый уровень действительно руками можно на рулить целый синтезатор я говорил уже об этом в вебинаре даже на такой маленькой штуке как корк на на контрол как это работает на и бутон push это доступно также через кнопочку девайс мы попадаем на первую страницу макрос добросовестные саунд дизайнеры всегда привязывают макросы к каким-то ключевым параметрам пресета и поэтому панель макрос всегда идет в первую очередь потому что это быстрый доступ к основным настройкам любого патча пресета давайте попробуем создать свою страницу это будет осциллятор номер один и назовем это о с си один далее мы двигаемся по порядку я кликаю на пич первая ручка пич нам доступна и перетаскиваем пустой не назначенный параметр он у нас обозначен красным цветом на ручку пич далее идет wave table position далее идет интенсивность далее идет амплитуда то есть громкость далее идет cross фейдер фильтра и вроде как бы все теперь с контроллера выбираем нужную нам страницу они станут доступны прямо на дисплее и попадаем в страницу ос сеть и обратите внимание если вы любите листерично крутить ручки то не переживайте в ноль вы всегда сможете попасть довольно таки легко wave table position амплитуда интенсивность и crossfader далее мы создадим страничку для осциллятора 2 по такому же принципу это pitch wave table position интенсивность амплитуда и crossfader фильтра и да не забывайте сохранять ваши страницы по нажатию на эту кнопку иначе весь прогресс будет удален вместе с плагином с дорожки то есть открывая массив в новом проекте или на новой дорожке вы не увидите этих страниц пока не сохраните таким вот образом и соответственно удалив массив и загрузив его по новой мы уже будем видеть наши странички обращаю ваше внимание что мышкой выбрать эти страницы у вас не получится контроллер все равно будет находиться на той странице которая сейчас выбрана именно на контроллере и немного спойлеров битвик 1.2 эта панель получит обновление она будет открываться на весь экран и даже если очень нужно она будет открываться в отдельном окне там вы будете видеть всю вашу раскладку и в общем все стало гораздо гораздо удобней заметьте прелесть этого метода заключается в том что например я уже давно забиндил все свои синтезаторы по нужным мне страницам и раскладкам и мне еще ни разу за полтора года использования битвик студию не пришлось что-то самому назначать как это работает классическом понимании контроллеров мы делаем обучить и привязываем нужный на параметры да это имеет какой-то смысл но зачем если у нас уже есть раскладка на контроллере в том числе и на том же малыше корк на на контроле раскладка микшер с которого мы можем управлять громкостью каналов нам доступны оба трека причем мы можем опять же передвигаться стрелками я не знаю для каких еще параметров нужна привязка но знайте она здесь точно также работает правой кнопкой обучить и назначаем свободный потенциометр классическая запись и запуск клипов естественно тоже доступны также как и запуск сцен управление сэндами в общем весь набор который вам так необходим обязательно читайте полностью инструкцию к вашему скрипту и будете всем довольны что касается обладателей простых миди клавиатур то вы просто подключаете свою миди клавиатуру идете в настройки и добавляете простую дженерик миди клавиатуру что касается тех у кого простая миди клавиатура имеет 8 крутилок вы добавляете данный скрипт соответственно эти 8 крутилок подхватываются и будут выполнять у вас ровно такую же функцию которую я сейчас озвучил на примере Ableton Push вот такой функционал сегодня было мало зрелищ но много текста но я надеюсь я ответил на все ваши потенциальные вопросы и контроллеры которые лежали у вас на полочке и пылились послужат вам еще не один год так случилось с моей старенькой native instruments машин которая сейчас играет всеми красками и имеет даже режим секвенсера подписывайтесь на канал music mac на ютюбе где мы публикуем наш видео дайджест по битвик студию подписывайтесь на нашу группу в контакте и даже можете подписаться на мой канал на ютюбе все ссылки будут в описании с вами был мистер фрэнки до новых встреч пока